Хочу зачитать один комментарий замечательный одного человека, который Денис Кривошеев, да, вот он написал, хорошо расписал согласно законодательству США, потому что мы что обращаем? Обращаю внимание на то, может ли он признать в первую очередь Крым российским или нет. И вот Денис Кривошеев написал, частично, Трамп, конечно, может признать Крым российским, де-факто он уже на неофициальном уровне для себя лично признал Крым российским, он постоянно об этом говорит. Но если он официально признает Крым российским в виде президентского указа, в таком случае по законам США ему нужна поддержка 2-3 Сената для ратификации своего решения. Ясное дело, что в Сенате он получит отворот-поворот, однако он может обойти вето конгрессменов так называемым исполнительским указом, для которого одобрение Конгресса не требуется. В этом случае конгрессмены могут подать иск в Верховный суд США на решение Трампа по Крыму и суд может отменить его решение, но впрочем может и оставить решение Трампа в силе, так что время покажет. А как мы знаем, в Верховном суде США произошли недавно изменения, эти изменения на руку Трампа. Поэтому он может признать, согласно законодательству США, согласно всем процедурам Крым российским. То есть может? Может признать. Спасибо, Денис, что ты это расписал. Что касается еще одного комментария, сейчас я его найду. То есть много здесь комментариев получилось, я так понял, либо отчаявшихся украинцев, либо Вата набежала в комментарии, ну согласно каким-то тегам Ютуба, нашла этот опрос и написала, что да, давно пора признать, он де-факто российский. Особенно, наверное, больно украинцам было читать те комментарии, которые касаются того, что Украина ничего не сделала для Крыма, для его возвращения. Но ведь это факт. Нынешняя пророссийская власть Украины ничего не сделала для возвращения Крыма. Точно так же, как Украина раньше ничего не сделала для его удержания. Больно? Больно. Кто-то написал, что я, блин, становлюсь пропагандистом Кремля и такие опросики устраиваю в угоду Кремлю. Ребят, если у вас какие-то проблемы с реальностью, то это ваши проблемы, понимаете? То, что вы не можете смириться с какой-то реальностью. То же самое, как мы о мосте говорили. Что Украина сделала для возвращения Крыма? Санкции, которые практически не работают, да? Таких и так ввел Запад вообще-то. Он ввел их как раз тогда, когда конфликт разгорался по всей Украине именно для того, чтобы его затушить. А то, что они работают или нет, это такой вопрос. На что они влияют? Да ни на что они не влияют, как мы поняли, согласно истории всех санкций, которые были наложены на Иран, на КНДР, на остальные страны. Они ни на что не повлияли, на Ирак в том числе. Они толком не решили ни одну проблему. Только военное вмешательство всегда решало проблему. Правильно? Правильно. То есть, исходя из этого, украинцы должны понять реальность и как бы ее признавать. И здесь никакой пропаганды Кремля нет. Потому что, ну, реальность называть пропагандой Кремля нельзя, ребят. Значит, у вас проблемы. Значит, вы какие-то там, я не знаю, ватники уже, подобие ватников и шиватников, которые не видят дальше своего носа ничего. Что касается того, сделает ли это или нет Трамп, посмотрим. Правильно? Тоже мы можем ответить, посмотрим на этот вопрос. Но голоса распределились так. Да, 43%, нет, 34%, частично 23%. То есть, большинство все-таки считает, что Трамп тем или иным образом, полностью или частично признает Крым российским. Мы описали, как согласно законодательству США, вот здесь Денис описал нам, как это возможно. Конечно, частично, опять же. Что касается полного признания и частичное признание, оно мало чем отличается. Если США пойдут на такие шаги, а на Западе по поводу этого поднялся нехилый переполох, то есть, они вообще все в шоке. Опять же, в НАТО говорят, что, скорее всего, Трамп за пределами НАТО договорится с Россией, пойдет на какие-то соглашения. Опять же, все толковые аналитики пишут, что? Что Трамп одновременно заключит несколько сделок по Украине и по Сирии, сдаст все интересы США, как он это и делал за время своего правления. По сути, такова его роль, и это то, что он хочет сделать. А будет ли потом импичмент или нет, ему не важно. Важно, что он полностью уничтожит США как лидер.